вы смотрите программа мировлечений на канале губерния я виталий рлеев расскажем сегодня о самом интересном а тема о которой мы еще не рассказывали в наших программах это прыжки на батуте прыжки на батуте как увлечение было известно еще 60-х годах прошлого столетия как видом спорта нашей стране его начали признавать 1980 году а в олимпийскую программу прыжки на батуте вошли 2000 году первая конструкция похожий на батута была изобретена в 30-х годах в америке для артистов цирка а несколькими годами позже и в россии смастерили сетку прикрепленную пружинам которую подставляли в церкви для акробатов послевоенные годы нашей стране начали изготавливать небольшие батуты из плотной материи и жгута для парашютистов и тренировок десантников александр григорьевич безумный директор спортивной школы акробат помнит времена начала развития в советском союзе нового вида спорта прыжков на батуте вообще-то начинался сам вид спорта как бы из нескольких видов спорта вот одним из источников был акробатика много пришло в прыжки на батуте из прыжков в воду вот но были подмешаны еще другие виды спорта и основными центрами где развивался этот вид это начало где-то 60-х годов это были крупные города ну первую очередь москва тогда ленинград в нашей губернии первый поток появился в конце 60-х в тольятти когда был массовый приезд специалистов всех отраслей народного хозяйства на большую всероссийскую стройку а в тольятти его завезли как бы все те молодые люди которые приехали строить и работать на тольяттинском автозаводе вот первый кто начинал акробатику и прыжки на батуте был виталий гройсман он как бы и остается наш как бы ведущий мы его как бы ну по-домашнему называем отец родной вот он до сих пор является нашим наставником помощником учителем специалисты утверждают прыжки на батуте полезны для здоровья и общего физического состояния этот вид спорта развивает вестибулярный аппарат улучшает ловкость координацию движений выносливость и гибкость во время прыжков развиваются группы мышц которые практически не задействуются человеком повседневной жизни происходит это благодаря очередование нагрузок между приземлением и полетом за короткий промежуток в воздухе клетки организма человека начинают реагировать на положительную стрессовую ситуацию и функционировать намного эффективнее в результате к ним поступает больше кислорода улучшаются обменные процессы после прыжков люди чувствуют себя бодрее и энергичнее при виде батута многих людей возникает желание залезть на него и попрыгать однако уверяю вас делать это стоит крайне осторожно вылететь его очень легко но их получить какую-то травму ну как и весь спорт он как бы имеет степень какую-то риска вот но чисто психологически когда человек ожидает вот такую экстремальную ситуацию когда он готовится к ней вот то это уже как бы как это что называется человек уже вооружен вот то у нас по статистике травм даже меньше чем художественной гимнастике александр безумный сам начал заниматься прыжками на батуте 16 лет закончил институт и по приглашению известного тольяттинского тренера приехал из краснодара поднимать спорт помнить всех чемпионов помнить трудности становления прыжков на батуте как вида спорта говоря о методике обучения батутистов в те далекие 80 и наше время отмечает полезность фундаментальной базы прошлых лет по большому счету по большому счету биомеханика движений спортсмена это уже профессиональные уже такие выражения в безопорном положении и в опорном положении потом такие вопросы как создание вращения вот они как бы они фундаментальны они не меняются могут иметь меняться как бы детали индивидуальные особенности техники могут меняться но по большому счету вот тот фундамент тот академизм он всегда как был вот мы на нем как бы и базируемся могут быть нюансы это вот как раз и есть традиционные секреты вот когда мы приезжаем на соревнования на сразу мог можно угадать вот тольяттинская школа ее видно скажем московская школа ее видно вот краснодарская школа они прыгают по-своему но это что касается именно индивидуальных вот этих вот особенностей тем тольяттинская школа батутистов имеет славные традиции подготовки спортсменов высокого уровня в рейтинге популярности среди российских школ тольяттинцы входят в число пяти сильнейших команд страны александра герасимова занимается на батуте уже десятый год привела ее в школу бабушка получилось это совершенно случайно шли мимо решили зайти даже хорошо помнит первую тренировку да было очень смешно я зашла сначала в зал и говорю тренера ученый батут не пойдем а мне сказали нет ну зачем тогда ходить неинтересно а мы разминались тогда на дорожке вот и ну да я помню мы прыгали много нам очень нравится на батуте прыгать но беситься ну и просто прыгать тоже с годами взгляды на спорт изменились если раньше сташа ходила просто так на здоровье то последние годы уже ставит перед собой серьезные задачи сейчас уже как уже не как забава потому что я понимаю свои цели ставлю и хочу идти дальше ездить на чемпионат европы чемпионат мира по возможности на олимпиаду владислав камбаров несмотря на свой юный возраст уже призер и победитель многих российских соревнований а недавно выезжал болгарию на чемпионат мира откуда привез медаль тренеры стали в шутку звать его болгарином в свои 12 лет четко определился с выбором будущей профессии вот есть мечта как я бы ты хотел стать по профессии тренером хотел бы стать все-таки есть мечта да ну а может лучше там летчиком космонавтом или там врачом мария шилова и полина сарвилина подающие надежды ученицы не раз выезжали на серьезные состязания завоевали уже не одну медаль сколько нужно тренироваться на батуте чтобы добиться какого-то мастерства ну это начинается с раннего возраста чтобы дети были гибкими вот а так если начинать с 7 примерно лет года два будет достаточно а вот кстати вас что больше заставляют уговаривают или вы сами сами с вами конечно же всегда все таки цели хочется добиться таких вот более более серьезные соревнования начать ездить на как чемпионаты россии чемпионаты мира европы европа и может быть и попытаться попасть на олимпиаду если говорить о профессиональном спорте то прыжки на по сути верится на акробатическую дорожку синхронные прыжки и двойной индивидуальные прыжки это выполнение упражнения состоящего из десяти элементов все элементы выполняются во время непрерывных высоких ритмичных прыжков с вращением с ног на спину на ноги на живот без прямых прыжков и задержек упражнение должно демонстрировать разнообразные элементы с интересными вращениями и перуэтами оценивается высота взлета слаженная координация движений целом техничность по правилам соревнования проходит в два этапа на первом спортсмены показывают обязательные и произвольные упражнения второе включает только произвольное упражнение акцент